Я подготовила для вас большое количество информации, в том числе тезисно, кратко, но очень быстро расскажу о себе. Я увидела, что у других спикеров нормальная презентация, у меня, как всегда, 138 слайдов, и у нас с вами есть 40 минут, поэтому говорить я буду быстро, я слежу за чатом. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу эфира, обязательно их задавайте. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – маркетинг для предпринимателей в фэшн-бизнесе, как разработать маркетинговую стратегию на 2021 год. И тот кейс, который я заявила для разбора, и хочу вам его показать, на языке цифр рассказать вам определенную декомпозицию, как можно зарабатывать 1 миллион чистыми, если у вас два магазина одежды в регионе. Это кейс моей ученицы. После меня будет выступать еще одна моя ученица, Галина Барякова, которая я безумно рада видеть на этой площадке тоже. И вот Галина учится как раз-таки с ученицей, про которую мы, кейс которой мы сегодня будем разбирать. Да, всем спасибо за поздравления с наступающим 8 марта. Коллеги, безумно благодарны вам за то, что вы у нас есть как крепкие тылы, скажем так, и даете нам возможность развиваться. Я обещаю вам, всем тем, кто у нас есть сегодня в эфире, что если вы сделаете сториз с моим эфиром у себя, да, сториз с отметкой меня, я покажу сейчас, как выглядит мой инстаграм, Ирина Пищук, меня очень легко найти, только берите рабочий аккаунт irina.ifmarketing. Кто сделает сториз с отметкой меня, вы получите 5 бонусных материалов. 101 идея конкурса в социальных сетях, пример договора поставки, 5 примеров ТЗ по маркетингу для фрилансеров, которые облегчают вам жизнь и помогут получать тот результат, который вы рассчитываете, технику продаж на примере магазина одежды и чек-лист задач маркетинга компании. Мы вам отправим эти файлы прямо в директ, в ответ на ваш сториз. Шаг номер один, который вам нужно определить для себя, все-таки вы делаете маркетинг своими руками или управляете им. Поставьте единичку в чат, кто делает маркетинг своими руками, у кого нет команды и вы сами всем занимаетесь, и двоечку, если вы все-таки управляете маркетингом, у вас есть специалисты, которые выполняют те или иные функции, а вы их контролируете. Я буду много вам задавать вопросов, поэтому давайте активно включаться в диалог. Чем быстрее вы отвечаете, тем быстрее мы идем по презентации, тем больше успеем разобрать. Единичку тот, кто делает своими руками, и двоечку тот, кто управляет. Если вы и сами и управляете, то ставьте 1 и 2. Пока вы ставите оценки, я расскажу немножко про себя. В первую очередь я предприниматель, поэтому буду обращаться к вам как коллеги, потому что мы с вами работаем на одном, так сказать, поле боя. Я маркетолог номер один в фэшн, как Ольга уже сказала. Я дипломированный маркетолог и сертифицированный коуч. Первое мое образование управленческое, поэтому я легко подсвечиваю какие-то несостыковки, недоработки в управлении бизнесами. По второму образованию высшему я как раз таки маркетолог. Заканчивала институт в Москве, и дополнительных образований у меня куча, всяких курсов, тренингов и прочего, но в том числе я сертифицированный коуч Международной ассоциации русскоговорящих коуч, поэтому умею учить людей. Это доставляет мне истинное удовольствие и в консалтинге, и в проведении онлайн-тренингов помогать предпринимателям. Я, кстати, и ворвалась так яростно в ваш эфир, потому что только что 4 часа вела практику вместе с предпринимателями из вашей индустрии, с которыми я работаю, мы занимались как раз-таки разбором того, как строить маркетинговую стратегию. В 17 лет я работаю в продажах, начинала я как студент-промоутер, это видно на фотографии слева, единственный такой раритетный снимок, который у меня остался, и с 2011 года я ушла в маркетинг. Проделала я путь от студента-промоутера до коммерческого директора, и в 2011 году, когда мы не сошлись с нашим руководством, я решила, что развивать продажи по старинке я не хочу, но в общем я встала и вышла из бизнеса и стала заниматься собственной маркетинговой практикой. Зарабатывала я 2000 рублей в месяц, но это не помешало мне вырасти до коммерчески успешного предприятия, которым мы сейчас являемся. Я автор отраслевых книг по маркетингу, первая книга была написана в 2014 году, в ней я описывала инструменты маркетинга, в оранжевой книге «Системный маркетинг» на примере производителя одежды я уже описывала, как строить из этого систему, и сейчас я пишу свою третью книгу «Систему успеха», в которой будет очень много кейсов практики, потому что я понимаю, что лучше всего люди учатся на чужом опыте, да, и он легко зеркалит их ошибки или показывает им, как нужно делать на самом деле. Я спикер ключевых отраслевых выставок. Если кто-то был у меня на выставках, проплюсуйте, пожалуйста, в чатик плюсики. Выступаю я на CGF, на CPM, на индустрии моды, в общем, везде. Ближайшее выступление, все основные выставки уже закончились, были они в Москве, я на них выступала. В марте собираюсь в конце марта на индустрию моды в Питере, поэтому, если живете в Питере, обязательно приходите на мое живое выступление, будем знакомиться. Помогала по маркетингу, обучала маркетингу в компании абсолютно разных направлений. Это производство одежды и продажа мужской, женской, детской одежды для дома, отдыха и сна, бельевой группы, шторы, жалюзи, карнизы, текстиль, меховые изделия, спорт, одежда, в общем, с чем только мне не приходилось работать. Хотя изначально я была широкопрофильным маркетологом, но вот последних четыре года работаю в Лекпроме и последние полтора года специализируюсь именно на фэшн индустрии. Инстаграм очень легкий, ирина.afmarketing, все, афмаркетинг. Наберите Ирина Пищук или фэшн маркетинг, и вы меня легко найдете в поиске Инстаграма. Мой путь, как я уже сказала, да, упала я во фриланс в 2011 году, открыла маркетинг в агентство спустя год, потом сделала его ребрейдинг, потом ушла в частную практику как специалист моно такой продукт, и потом поняла, что в 2017 году нужно бизнес диверсифицировать, и разделила его на услуги и образовательную историю. Организовалась Академия системного маркетинга в 2017 году, потом поняла, что люди не очень понимают, что такое системный маркетинг, и когда я четко убедилась, что я буду работать в фэшн-индустрии, в 2019 году мы открыли Академию фэшн-маркетинга, сделав ребрейдинг предыдущих компаний. Фокус моего внимания, обучение предпринимателей фэшн-маркетинга и помощи в росте масштабирования быстрее, чем вы можете это сделать без меня. Я хочу искренне, это миссия моей работы, помочь российским предпринимателям производить, профессионально презентовать и продавать красивую, актуальную, качественную одежду для разных группы слоев населения в том сегменте, в котором работаете вы. И то, что жжет меня, игреет меня изнутри, сделает людей в стране красивее, увереннее и счастливее, соскрой в глазах и в хорошем настроении каждый день. Так, видела, что кто-то сам делает своими руками, кто-то есть, кто нанимает. Так, отлично. Хорошо, давайте еще вот с чем разберемся. Кто из вас опт, да, то есть поставьте в чат двоечку, нет, давайте троечку, кто опт или производство. И четверочку, если вы ритейл розница, да, чтобы я понимала, какой у нас состав людей и могла как-то адаптировать подготовленный материал. Четверочка, ритейл розница, да, инстаграмы, розничные магазины, может быть, маркетплейсы. И троечка, если вы опт и производите. Если вам знакомо, отсутствие стратегии, отсутствие системы в работе, вы заняты везде, не можете структурировать, работаете допоздна, постоянно оврал, сами не разбираетесь в маркетинге, не хочется решить стратегические задачи, имейте команду, имейте команду, занимайтесь операционкой, чувствуйте себя белкой в колесе, постоянно приходится тушить пожары и разгребать завалы, не можете найти выжимку четкой информации по маркетингу для руководителя, везде лучше, что делать, но не как этим управлять, плюсуйте в чат, ставьте много-много-много плюсов в чат. Коллеги, есть закон применения, использование информации, чем больше вы коммуницируете сейчас со мной, даете обратной связи, тем лучше у вас будет усваиваться информация. Если вы будете глухонемыми слушателями, то информация будет усваиваться меньше, обычно это всего лишь 5%. Так, вижу плюсы, знакомо. Я думаю, что многие из вас хотят, чтобы в 2021 году вы вышли на стабильный доход, бизнес стал системным, освободилось время на личную жизнь, семью, путешествия, вы делегировали рутину, занимаетесь только интересной вам частью бизнеса, понимаете свои цели, как их достичь, у вас есть стратегический план действий, которому следуете 12 месяцев, вы перестали тушить пожары, спокойно решаете ежедневные задачи, вы четко понимаете, сколько нужно денег на маркетинг, какие результаты он приносит. При аналогичных вложениях получаете результаты на 25% выше. Умейте нанимать качественных исполнителей. Ваш ассортимент разлетается, как горячие пирожки, и вашу компанию узнают и рекомендуют. Кто хочет в эту точку B, ставьте в чат пятерку. Да, вижу ваши ответы. Коллеги, я слежу постоянно за чатом. Я могу не оглашать это в эфире, но знаете, что я вижу. Да, я понимаю, что у каждого из нас есть точка A и точка B. Я вам обозначила, как это может быть. Вы отплюсовали, да, некоторые из вас, что у вас есть так. Я думаю, что многим отзовется быть вот с такой историей. Это все можно решить через систему маркетинга и маркетинг в принципе, и наведение порядка в вашей компании. Такие шаги для этого нужно сделать. Первое. Произвести аналитику, да, то есть понять и диагностировать, на какой стадии сейчас находится ваш бизнес, желательно на языке цифр. Дальше. Разработать фундамент бизнеса, четко определить, для кого вы работаете, что вы для них делаете, в каком сегменте, какой ваш ассортимент, какое ваше название, какое позиционирование и какая стратегия этому соответствует. Дальше вы формируете под это команду и внедряете инструменты в онлайн и офлайн маркетинг. Таким образом достигаете высоких результатов. Согласитесь, что схема выглядит достаточно просто. Остается только брать и делать. Сейчас я вам покажу, какими инструментами для этого нужно и можно пользоваться для того, чтобы это происходило максимально безболезненно. Про систему маркетинга добавлю, что она представляет собой, это то понятие, которое фэшн вывела на рынке, она представляет собой четкую основу и фундамент, который начинается с аналитики, разработки, позиционирования, иными словами это называется концепция работы или ДНК бренда. Потом на это наславится брендинг и фирменный стиль, разрабатывается ассортиментная политика тоже на языке цифр и маркетинговая стратегия. Вот мы сейчас 4 часа с ученицами практику мы сидели и расковыряли прям по кусочкам их цели и прописывали как слоеный пирог, как формируется маркетинговая стратегия. Только после того, когда у вас есть вот этот фундамент, как фундамент у крепкого дома, который будет стоять веками, справедливо заниматься внедрением инструментов привлечения, обслуживания, привлечения, обслуживания и удержания клиентов. В каждом из этих блоков есть свой набор инструментов маркетинга. Те, кто на меня подпишутся в Инстаграм и напишут в Директ чек-лист, я вам вышлю бесплатно этот список инструментов, он разбит по удобным блокам, и об этом еще в конце скажу, и вы, соответственно, сможете, и там будет приложено 23-минутное видео, которое позволит вам под диктовку заполнить этот чек-лист и произвести первичную бесплатную диагностику работы вашего бизнеса. Поэтому обязательно подписывайтесь на Инстаграм, запишите в Директ чек-лист, и мы вам пришлем чек-лист системного маркетинга. Он очень трезво позволяет смотреть на работу своей компании. Да, все хотят светлое будущее. Теперь давайте разберемся. Многие из вас, кто-то из вас поставил, что он своими руками делает маркетинг, кто-то написал, что и сам, и нанимает. Как управлять маркетингом компании или проекта? Зачем это и что это дает предпринимателю? Я очень прошу вас понять сейчас одну классную вещь, что если вы в своем бизнесе директолог, таргетолог, SMM-менеджер, делаете сайт, настраиваете контекстную рекламу, готовитесь к участию в выставке, e-mail рассылке, шлете сайт, наполняете и прочее, кому знакомо, ставьте в чат плюс, то вы являетесь не руководителем, не собственником компании, а директологом, таргетологом, маркетологом, SMM-специалистом, специалистом по наполнению сайтов, программистом и так далее. И вы должны понимать, что если вы как предприниматель, управляя процессом, можете зарабатывать много денег, то будучи человеком руками, когда вы все делаете своими руками, вы будете зарабатывать ровно зарплату этого специалиста, ну, как бы, и может быть еще что-то чуть-чуть. И вот здесь ключевая ошибка предпринимателей в том, что они считают, что лучше их никто не делает. После меня Галина Бурякова будет рассказывать про то, как они внедряли UDS в работу своей компании. Ну, вот в двух словах расскажу, что когда Галина пришла ко мне учиться в тренинг, у них не было SMM-специалистов. Но когда она поняла, что нужно, да, это делегировать, и пусть с этим работает команда, они начали погружаться в эти процессы. Но не зная информации по маркетингу, как контролировать этот процесс, как ставить задачи, люди, которых вы нанимаете, будут делать, как они хотят. Вот поэтому часто и получается вот этот конфликт, да, вы не знаете, как хотите, приходите, говорите, сделайте нам. Приходит команда, которая делает, как умеет, и это может не подчиняться вашим целям, и происходит такой, да, никто не получает нужный результат. Поэтому вы должны понимать, что делегировать нужно, и нужно учиться это делать грамотно, четко обозначая свою позицию, правила игры в соответствии с концепцией работы вашего бизнеса, и нанимать людей. Тогда вы сможете расти, когда ваши руки будут освобождаться из вот этой операционки, в которой мы все закопаны. Управлять или делать своими руками выбирайте вы. Но это вот как в команде, да, где есть тренер, который рулит, да, куда команда идет, плывет, и он ее тренирует, а команда руками делает. Поэтому сами игроки команд никогда не тренируют всю команду, да. Так и в бизнесе. Вы должны быть управленцем, да, и руководителем. Тогда вы можете смотреть на ситуацию извне и быть поваром вот этого борща. Если вы не смотрите на бизнес со стороны, то вы варитесь каждый день в оперативке и становитесь свеклой в борще, и теряете фокус на многих очень важных управленческих моментах. Как это вот делается, да, во-первых, вы должны составить список задач. У вас в бонусах будет пример этого списка, да, то есть за сториз, который вы выложите с отметкой меня, мы вам пришлем это бонусом. Там будет таблица, в которой будут перечислены маркетинговые задачи. Вы его дополняете и дальше принимаете решение, кто за что отвечает, где остаетесь вы, а где вы кого нанимаете. И потом рисуете хотя бы простейшую организационную структуру и распределяете эти задачи между людьми. Вот список будет выглядеть вот так, то есть вы пишете там блок аналитики в бизнесе, мы делаем целевую аудиторию, конкурентов, свод анализ и так далее. И вы расписываете, что вы оптимизируете, что вы делегируете. Если хотите совсем трезво посмотреть на свой бизнес, то расписываете, сколько времени в день, в неделю, в месяц вы на это тратите. Потом там создание сайта, ведение социальных сетей, регулярная работа с сайтом и так далее. Вы расписываете все маркетинговые бизнес-процессы. А если хватит сил и смелости, то и все остальные. Еще раз повторюсь, вот где оптимизировать? Вы пишете я-я-я-я-я-я, и вы должны понимать, что эти задачи делаете вы, и вам нужно найти оптимальную схему работы, чтобы шестеренки работали максимально эффективно. А где делегировать? Пишите конкретную должность, кому вы делегируете. На следующем шаге. Насколько подробно расписывать максимально подробно. Вот так мы расписываем, можете сделать все скрины. Я расписывала для своих, для очередной своих презентаций, что нужно делать по социальным сетям. То есть вот введение социальных сетей – это два листа задач. Ну, грубо говоря, где-то 30 задач. Логично же, понятно, что если вы будете, как предприниматель, заниматься всем этим сами, то вы будете только СММщиком. Соответственно, и плюс – это было введение на два листа, и еще продвижение, которое включает в себя тесты и так далее, оценка коэффициентов, показателей и выводы, создание креативов и все остальное. Потом вы определились со списком задач. Дальше создали организационную структуру, плановую. Она может быть у вас не такая большая. Вот это пример организационной структуры производственных компаний, где есть отдел маркетинга, где есть отдел продаж, где есть отдел разработки, да, то есть те, кто генерирует ассортиментную политику, где есть отдел производства. Он может быть полностью на аутсорсинге вместе с отделом разработки. Это тоже нормально. Есть склад, есть бухгалтерия и финансист. Меня, как бы, вся схема не очень касается, меня больше касается отдел маркетинга. Он подчиняется обычно коммерческому директору, и в нем есть отдел маркетинга и отдел продаж. Важно понимать, что они должны дружить друг с дружкой, как брат и сестричка, вести бизнес в одном направлении. Маркетологи генерируют трафик и потенциальных клиентов, отдел продаж их обслуживает. Потом маркетинг отсюда их цепляет и снова вот в эту схему, да, системного маркетинга заводят. Тогда клиент, попав в ваш бизнес, если ему понравился товар и сервис, он будет приходить к вам снова и снова. Но сам приходить в современном мире конкуренции вряд ли будет. Поэтому нужно, чтобы после работы отдела продаж, да, и довольного клиента маркетологи его подхватывали и снова в этот цикл заводили. Отдел маркетинга может выглядеть вот так. Например, если вы крупная корпорация или компания, у вас может быть руководитель, и ему подчиняются маркетолог, аналитик, интернет-маркетолог, веб-агентство или программист, который работает с сайтом, контент-менеджер, который занимается наполнением и созданием контента, копирайтер, который пишет тексты, дизайнер, который рисует картинки, баннеры, трафик-менеджер или который генерирует трафик в контекстной рекламе и в таргетированной, или отдельно директолог и таргетолог. SEO-специалист, который занимается продвижением сайта в поисковой выдаче, SMM-менеджер, тот, кто ведет соцсети обычно и организует продажи там, e-mail-маркетолог, стилист, фэшн-съемки, фотограф, ретушер, рекламное агентство или брендинговое агентство, которое следит за вашим фирменным стилем, и типография. Но это вот максимальная схема, которая доступна, я думаю, большинству из тех компаний, которые здесь есть, и, скорее всего, это малый бизнес, это не про вас. Про вас, скорее всего, будет вот такая схема, которая более простая и в которой, что самое интересное, очень много вещей вынесено на аутсорсинг. Для того, чтобы маркетинг в вашей компании работал хотя бы по минимуму, чтобы он был и был кто-то, кто за ним следит, вам нужен маркетолог-аналитик, тот, кто умеет и делать маркетинг, и цифры считать, и анализировать эту историю. Всех остальных, по большому счету, можно вывести на аутсорсинг. И программисты, и SEO-специалистов, и контент-менеджеров, копирайтеров, и пользоваться их услугами по необходимости. Единственное, кого я вам настоятельно рекомендую иметь в привязке к своему офису или хотя бы в том же городе, где и вы, это СММщики. Сейчас настало время стори-теллинга, и уже больше вот этот контент как статуи, который мертвый такой, только из фотографий сделанный, без видео, он работает очень плохо. Очень нужно, во-первых, посмотреть, если у вас публика более консервативная, она листает больше посты, читает больше посты, чем листает сторис, то да, наверное, вы можете в этом как бы еще выжить. Но в большинстве случаев с процентами 80 на 20 люди ушли в стори, в сториз. Поэтому важно заниматься стори-теллингом. И это целая отдельная история. У меня тут нету этих людей, но есть прям целая профессия новая, которая возникла в 2020 году и называется она стори-мейкера. Поэтому будьте готовы, что рынок интернет-маркетинга развивается бесконечно, ну как бы быстро. Алексей пишет, тысячу рублей пытался делегировать пока 50 на 50. Очень наглядно. Я рада. Коллеги, если вам отзывается контент, и у вас здесь, наверное, есть смайлы, если вы можете, прям сигнализируйте мне какими-нибудь огнями или какими-нибудь смайлами, ну типа вот как я вам сейчас сигнализирую, там пальцами вверх или еще чем-то. Еще раз повторюсь, я говорю очень быстро. Если вы решите потом продолжить со мной общение, подпишитесь на мой инстаграм. По вторникам и четвергам в 17.00 я веду прямые эфиры. Приходите, там я говорю в более спокойном темпе. Но мне очень хочется вам дать такой максимум набросок информации, чтобы вы поняли большинство моментов и дальше приняли решение, в каком из этих моментов вы будете копать глубже. Естественно, что за 40 минут во все цифры мы не копнем, во все показатели тоже. Поэтому огни или пальцы вверх, если вам заходит. Я, кстати, очень рада видеть своих земляков. Я родом из Беларуси, и я рада, что несмотря на все то, что там происходит, люди делают бизнес и приходят на классные конференции, за что спасибо организаторам огромное в том числе. Поэтому, Леонид, привет огромной Беларуси. Оффлайн или онлайн? Как будет работать ваша команда? Еще раз повторюсь, большинство людей может работать онлайн. У меня сейчас есть кейсы моих партнеров, где я набираю маркетологов онлайн. То есть команда находится в Москве, а маркетолог в Питере. Это тоже возможно. Просто он должен быть включен и погружен на тысячу процентов в ваш проект. Еще раз повторюсь, единственное, кого не нужно выпускать. Круто, конечно, если маркетолог есть в штате, или он к вам с вами хотя бы в одном городе и может приходить 2-3 раза в неделю, но СММщиков иметь или команду СММ, или одного СММ-специалиста обязательно. Что еще здесь важно понимать? Почему оффлайн часто лучше? Потому что многие из вас люди взрослые, не новое поколение, которым 20-25 лет, а люди старше даже меня, которым 35-45 лет. И вам онлайн сложно коммуницировать. Поэтому, когда вы ведете систему планерок и дисциплину того, что вы занимаетесь маркетингом в такое-то время, в такое-то день, еще и человек к вам приходит оффлайн, вы точно не сольетесь с того, что маркетинг в вашу жизнь войдет, распахнет все двери. Еще один из моментов. Вот про то, что там кто-то пишет, что не очень тысячу раз пытался делегировать, пока 50 на 50. Это вот про то, почему может не получаться. Умение составлять продающие вакансии тех заданий подрядчикам. Когда я работаю со своими учениками-клиентами, у них как-то очень широко раскрываются глаза, когда мы учимся формулировать четкие ТЗ. Ну, блин, мне, конечно, хотелось бы, чтобы Галина кучу всего рассказала, потому что она была у меня в шестимесячной программе по маркетингу, но буду рассказывать за нее. Это из-за того, что когда вам нужно подобрать банально модель для проведения сторис, как бы у Галины салоны белья в Энгельсе, их три штуки, и нужно найти модель. Вот когда вы даете объявление, мне нужна модель для съемки сторис, вам сыпется куча запросов, которые вы не можете обработать. Но когда вы пишете, мне нужна модель с такими-то параметрами, которая готова размещать свои фотографии в белье, соответственно, там-то, там-то и там-то, такого возраста, рост такой-то, размеры, варианты такие-то, в ответ прислать, ну, типа, сколько можете, в какие дни и время можете проводить фото и видеосъемки, и, соответственно, прислать ссылку на свой Инстаграм и пару фотографий вас, чтобы мы увидели, кто вы есть. Потому что не на каждую фэшн-компанию подойдет та модель, которая, может быть, хочет у вас работать, потому что она просто думает, что она звезда, а на самом деле она не очень звезда. Поэтому очень важно писать ТЗ. Вот один из примеров ТЗ для, когда я подбирала стендистов своим клиентам на выступы СПМ. У меня, допустим, едет компания из Москвы, ну, из Москвы в Москве, понятно, там все просто, ну, может, встать и нет людей, или у меня едут люди из Пензы. Им нужна девочка или мальчик, который занимается технической, операционной, организационной работой на стенде. Вот так я прописывала ТЗ на ЮДУ, размещала его, а потом проводила собеседование, если это другой город, в режиме онлайн. Если это была Москва, когда я жила там, люди приезжали ко мне офлайн. Я их обучала и давала кучу материала про компанию, которую им нужно, скрипты продаж работы на выставке. И они приходили в день выставки, с утра у них был инструктаж и четыре дня такой шумовой забег. И тогда мы получали хорошие результаты. Обычно проблема, что тысячу раз пробовали, но не получалось, это без ТЗ результат ХЗ. Все слышали эту поговорку? И поэтому, когда я набираю маркетологов, я пишу вот такие вакансии. Сначала очень подробно расписываю о компании. Специально отсюда это убрала, чтобы не забивать вам слайдов. Их и так очень много. Кого я хочу найти? Какие обязанности? Максимально я прописываю, что мне нужно от этого человека? Что он будет делать? Какие сроки выполнять? Чем он будет руководить? А что он будет делать руками сам? И потом требования к нему, что мне от него нужно? Дальше, что он должен понимать? Тоже требования. Какие личные качества у него, от него мне важны? И, соответственно, какие условия я ему предлагаю? И обязательно даю тестовое задание. То есть, если вы хотите откликнуться на вакансию, в ответ напишите мне. И ответ на несколько вопросов. Какой ваш опыт? За что вы можете, чем вы можете похвалиться от достижения вашей работы? Если, опять же, это в штат, там одни вопросы. Если это на аутсорсинг, на удаленку, там другие вопросы. Сколько готовы работать, если у вас маленькие дети, семья? Соответственно, какие бренды для вас являются примером? Какие примеры вы бы не хотели вообще никогда в своей жизни видеть? И так далее. И плюс задаю вопрос, как вы считаете, кто такой идеальный маркетолог? И какой-то, если это сммщик, прям тестовое задание. Напишите контент-план из предложенных в папочке фотографий, соберите мне два поста, напишите под них текст и сделайте три варианта сториз с анимацией. Все. И сразу же, если человек делает тестовое задание, я вижу его стиль, вкус и так далее, потому что только что у меня на практику ученица говорит, я наняла девушку, она вела хуже, чем я как бы сама. Ну, как бы логично. Тогда таких людей брать нельзя, но их нужно тестировать на стадии найма. Дальше. Вы проводите тщательно людей, отбор людей в команду. Конечно, на основании вакансии вы проводите собеседование и спрашиваете все досконально по каждому пункту. Потом, если человека вы нанимаете, вы его адаптируете, как минимум две недели с ним рука об руку. Сначала по три планерки в день, утром, в обед и вечером. Что запланировал, что сделал, какие были вопросы. Потом две планерки утром и вечером, что запланировал, что сделал, какие возникли вопросы. И потом один раз в неделю. Так делается по 3-5 дней, и потом вы переходите с третьей недели, уже когда человеку все понятно, он все понимает, со всеми знаком, со всеми в коммуникации, вы его переводите на планерку один раз в неделю. Обязательно, чтобы у человека для его качественной работы были четкие инструкции. Они могут выглядеть вот так. То есть, что нужно делать в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, обычный Google документ, и в какие сроки он должен это выполнять. Все. Если вы сами понимаете, что человек должен делать, в какие сроки, он 100% это сделает. А если у вас, как у нас, есть система BITREX 24 или AMA CRM, и вы можете поставить повторяющиеся задачи, которые сами будут создаваться, их не нужно даже ставить, и человек будет просто выходить на рабочее место, у него будет 8 задач, он их взял, сделал, и спокойно занимается дальше обучением или развитием. И под каждую эту задачу должен быть расписана максимально четкая инструкция. В идеале, чтобы была еще и видеоинструкция, как что кликать. Это при условии того, что вы сами изнутри хорошо знаете бизнес-процесс. Если не знаете, ну, значит, вы создаете эти инструкции вместе с вашим новичком. Да, то есть, садитесь с ним, вот тратите на это две недели, и с ним создаете правила его работы в вашей компании, чтобы они вас устраивали, а чтобы не получилось так, что человек делает свой маркетинг, который вам не нравится. Как контролировать работу ваших людей, да, неважно, фрилансеров или аутсорсеров. Еженедельно собираться на планерках. Я тут делала опрос в Инстаграм, и люди мне пишут, нет, типа, планерки не нужны. Ну, как не нужны? Если планерки не нужны, то, скорее всего, у вас рука не на пульсе, и маркетинг происходит ситуационно, да и любая другая история происходит ситуационно. Когда у своих, одних из своих клиентов ученик в консалтинге мы ввели планерки с отделом продаж по понедельникам с подведением итогов за прошлую неделю, мы на втором месяце работы выросли на 37%, просто потому, что все менеджеры, все семь менеджеров оказались как на ладошке. Им было банально, ну, там хороший коллектив, но вот в цифрах они не дорабатывали. Им было банально стыдно, что они недовыполняют план относительно своих коллег. То есть у нас план, ведь как старается, 100% каждую неделю по 25%. Это подходит и для опты, и для розницы. Вы берете каждый понедельник, замеряете результат за прошлую неделю и смотрите, выполнили вы 25%, 50%, 75%, 100%. Если вы, где нужно было 25% или 50%, выполнили 10% или 30%, 100% вы, скорее всего, уже не добежите до конца месяца, если не предпримите каких-то усилий. Но одно дело, усилия предпринимать по ходу месяца, а второе, сесть и расстроиться в конце месяца, что план не удался. Планерки, список планерок и желательно, вернее, график планерок и список обсуждаемых вопросов. Вот тогда вы не будете сидеть на планерках по три часа. Почему у нас не любят часто планерки? Потому что на них происходит такая блавлология, да, все о чем-то говорят и ничего не решается. Поэтому список обсуждаемых вопросов позволит вам все это пройтись и прям понимать. Вот это, вот это, вот это. У нас в большом тренинге отдельный блок выделен под управление маркетингом и управлением компанией мы все это разбираем. Дальше. Разработка маркетинговой стратегии. Эй, как ваше настроение? Коллеги, ставьте пятерки, если вы живы, еще успеваете переваривать информацию. У нас остается 10 минут, скоро я вас оставлю со своим маркетингом. Первый шаг. Для того, чтобы сделать, добраться до разработки маркетинговой стратегии, нужно сделать аналитику. На первом шаге вы должны понять, для кого вы работаете, понимать потребности ваших клиентов, описать, если есть фактическая целевая аудитория и плановая целевая аудитория. Если у вас опт и розница, B2B и B2C, то разбить их. У нас есть отдельная история, такой квест и отдельные таблицы. Я такой человек, табличка, системный. Соответственно, заставляю всех своих учеников и клиентов все писать в таблице, потому что к ним можно вернуться. Если у вас целевая аудитория в голове, считайте ни о чем. Без конца ко мне приходят с вопросом того, что закупили не то, это не продается или, соответственно, произвели не то. То есть, только что, опять же, разбирали эту историю. Девушка рассказала, я шила классные-классные платья, это были платья мечты моего детства, но я понимаю, что продать я их не могу. Да, вижу ваши пятерки, отлично, молодцы. Шаг номер два. Четко понимать конкурентное окружение. Вы и кто те люди, кто забирает у вас деньги ваших клиентов? Тот, кто работает в одном поле, где и вы, но производит аналогичный продукт и обслуживает вашу целевую аудиторию. Вот вам пример. Два моих клиента, оба производят вязанный трикотаж, но между собой конкурентами не являются, хотя, казалось бы, два джемпера, но они работают с разной целевой аудиторией, поэтому между собой не пересекаются. Следующий шаг в аналитике – провести анализ сильных и слабых сторон. Грамотно это называется свод-анализ. Вы садитесь, берете лист А4, делите его на четыре части, сами или вместе своей командой, садитесь и просто начинаете себя хвалить, описывая сильные стороны, начинаете себя ругать и журить, описывайте слабые стороны с точки зрения внутренней среды компании. Потом с точки зрения внешней среды прописывайте возможности и угрозы. И, соответственно, на основании этого анализируйте полученные данные и принимайте управленческие решения, как то или иное вы будете применять или от этого избавляться в работе своего бизнеса. Вот так это выглядит, это обычные таблички, в книгах у меня это постоянно есть, это даже просто есть в Яндексе, в любой поисковой системе. Наберите пример свод-анализа и найдите. Или у меня на канале в Ютубе есть ролики про это, прям если хотите спокойно со всеми этими инструментами разобраться, в Ютубе пишите Ирина Пищук, попадайте на мой канал и там очень много полезных видео, в том числе вот по таким базовым инструментам. Следующий пункт, держать в актуальном состоянии точки контакта, все понимают, что это визитки, сайты, инстаграмы, везде про вас должно говориться в одном ключе. Знать ежедневные показатели бизнеса, воронка продаж это такая боль многих предпринимателей, кто считает цифры каждый день в своем бизнесе по нескольким параметрам, поставьте в чат плюсы. В большинстве случаев этого не происходит, поэтому что это значит, что вы не управляете цифрами, не управляете цифрами, не знаете, где узкие места. Когда одна из моих клиенток пришла ко мне с запросом того, что нам нужно вырасти в инстаграме в два раза с 50 тысяч рублей, поднять продажи до 100 тысяч рублей, мы оцифровали этот процесс, построили воронку продаж. Кстати, у меня есть запись эфира про цифры в инстаграме, про воронку продаж в инстаграме, у меня в IGTV лежит, и, соответственно, в следующий четверг будет прямой эфир, где я буду разбирать такие кейсы. Приходите и посмотрите на конкретных примерах. Потом мы увидели, что цифры считаются не очень корректно, мы их пересчитали, я провела здесь вот в середине месяца с 14 по 20 число с SMM-щицей диалог и показала ей, где она провалилась, где она может бесплатно лучше работать со своими клиентами. Мы добавили им call to action, это предложение вкусное, которое отправляется клиентам за подписку в директ, и, соответственно, она уже увеличилась на 50% в продажах. На следующем шаге она все равно проваливалась в отправках call to action и слала их скопом в конце месяца, но добавили пункт напоминания о заказе. Часто клиенты заказывают, но не оплачивают, теряются, забывают, уехали в командировку и так далее. Ольга тоже с таким сталкивалась. И, соответственно, когда она начала это делать, напоминать клиентам об заказах, она не оплачена на заказах, она выросла почти до 100 тысяч рублей. Потом оказалось, что она не выполнила план 100 тысяч, а сделала 95, жутко разозлилась и в ноябре сделала 130 тысяч рублей, просто системно, дипломатично работая со своими клиентами без дополнительных поливаний в деньги, в трафик. Я думаю, многие из вас хотят делать так же, поэтому заводите воронки продаж, считайте цифры и получайте результат. Да, у нас только спикеры ведут воронку продаж, остальные затаились, поэтому коллеги внедряйте это в свою работу. Знание цифр позволяет ими управлять, подсвечивать слабые места, вот как вот здесь красные, да, пункты, и принимать управленческие решения, а что сделать так, чтобы эти слабые точки стали сильными и давали нам больше денег. Воронку продаж можно строить в CRM, это тоже все нормально, позволит вам освободить руки, автоматизировать многие бизнес-процессы. После аналитики, да, которую мы с вами прошли, чтобы добраться до маркетинговой стратегии, вам нужно обозначить фундамент фэшн-бизнеса, сформулировать свое позиционирование и довести до сведения команды. Все должны плыть в одном направлении, да, бить в одну точку. Если вы работаете в одном направлении, команда в другом, результат вряд ли получится. Дальше, знать четкие цели, к чему вы хотите прийти. Если я заявляю, что я хочу быть маркетологом номер один фэшн в мире, да, потому что я уже в России, им есть, и осталось только юридически подтвердить это звание, и думаю, что мы на следующей неделе этот вопрос закроем, я понимаю, что мне для этого нужно сделать, потянуть английский, дописать книгу, перевести на английский, поехать выступать не только на семи российских выставках, на такие же, на международные выставки и так далее, брать практику с иностранными компаниями и адаптировать свой опыт под западные страны, да, там, ну, или страны, на которые я рассчитываю, и я тогда понимаю, что мне делать. Когда у меня нет целей, скорее всего, я просто делаю привычные действия, не выходя из зоны комфорта. Под позиционирование подтягивается название, если оно удачное, то вы классно выглядите, как мисс Крим, магазин белья или иная концептуальная одежда женская плюс сайз, и вы нелепо выглядите, если вы магазин офисной одежды, елка, если вы детская одежда, юные фантазеры, или если вы компания Vertex, которая купила имя, потом не смогла его, вернее, называлась так 8 лет, раскручивала это имя, потом не смогла его зарегистрировать, и поэтому ей пришлось стать другой компанией, сейчас покажу какой. На позиционирование и название накладывается визуал вашей компании, это брендбук или логобук. У вас есть название, у вас есть продукт, вы дали ему название, получилась торговая марка, и вы дальше вкладываете деньги, силы, энергию, и вы становитесь брендом, узнаваемым на российском рынке. Vertex, когда пришли ко мне в тренинг и не смогли зарегистрировать товарный знак, поняли, что быть бедей, они очень долго, где-то год к этому готовились. Алексей Грецкий, мой партнер из Минска, сделали им ребрендинг, они называются Garby Mood, им прописали концепцию, миссию, вот такой фирменный знак интересный получился из сочетания образцов ткани, воротничка кителя и алмаза, бриллианта точнее, и получился вот такой классный фирменный стиль. Вот это классический пример брендбука, когда все ярко, четко описано о компании. И, соответственно, мы с вами совсем ускоряемся, дальше проводится анализ продаж, составляет ассортиментная матрица, и на основании всего этого мы доходим, все это тоже считается в цифрах, и на основании всего этого мы доходим с вами до маркетинговой стратегии. Вот сравните ассортимент. Когда я работала с компанией Emco, это один из ведущих производителей женской одежды сейчас в России, 16 магазинов по всей стране, 12 магазинов в ключевых торговых центрах класса А, Б в Москве. Когда мы с ними начали делать маркетинг, они выглядели вот так, как слева. Когда мы просчитали ассортимент, вели порядок, фундаментит там и всем прочим, они стали выглядеть вот так. Соответственно, сразу увеличили средние чеки, потому что капсульная презентация коллекции внутри торгового зала это очень благодарная история. Разработка маркетинговой стратегии. Шаг номер один. Вам нужно определить цели, которые вы хотите достичь. И дальше, в соответствии с производственным календарем, расписать, как вы это будете делать. Для опта и розницы стратегии пишутся разные. Вот пример одной из маркетинговой стратегии. Теперь давайте разберем, как заработать миллион чистыми. У клиента есть задача. Хочу заработать миллион чистыми вместе, если у меня два магазина одежды. Как мне это рассчитать на языке цифр? Шаг один. Разбиваем миллион на два магазина, по 500 тысяч получается. Дальше я задаю вопрос, сколько маржинальность бизнеса? Девушка мне говорит, у меня 33%. У девушки два магазина мужской одежды в городе с населением больше 340 тысяч человек. Дальше. 500 тысяч, соответственно, при маржинальности бизнеса 33%. Мы умножаем 500 на 3. Получается, что оборот каждого магазина должен составить полтора миллиона рублей. Скриньте себе эти истории. Будете дома дальше для себя расписывать и разбираться. Средний чек, я у нее спрашиваю, у тебя какой? Она говорит, у меня 5000 рублей, две единицы в чеке. Соответственно, полтора миллиона мы делим на 5000, получается 300 чеков в месяц. Магазины работают без выходных, в среднем 30 дней в месяц. Получается, что 300 чеков за 30 дней ей нужно делать всего лишь 10 чеков в день. Магазин работает 10 часов, что получается одна продажа в час. Согласитесь, это более чем реально. Дальше я задаю вопрос, а сколько людей, из которых у тебя входит, у тебя покупает вот эта конверсия в покупку из вошедших? Она говорит, в среднем один человек из четырех покупает, 25%. Если вы не можете ответить, не знаете эту цифру, заводим воронку продаж, начинаем ее считать или сдаем тебе вопрос, сколько мне нужно продать для того, чтобы закрыть вот этих необходимых 10 продаж. 40 человек ей нужно, чтобы вошло. И дальше мы считаем, сколько стоит нам один такой вошедший, допустим, 150 рублей или 30 рублей. У нее варьируется от цены нового клиента и цены текущего клиента. Стоимость их возврата стоит разных денег. Поэтому нужно собирать базу, ставить UDS и с ней общаться. Сейчас вам Галина про это расскажет. Потому что, когда вы имеете способ достучаться до своего клиента, стоимость его возврата в ваш бизнес будет по статистике от 7 до 11 раз дешевле, чем привлечение нового. Исходя из этого, у девушки получаются разные стоимости рекламных и маркетинговых бюджетов. Цена лида, если она большая, это 180 тысяч рублей в месяц. А если вы работаете с программами и лояльностями, бонусными программами, то можете затратить всего лишь 36 тысяч рублей в месяц. По дороге вас могут настигнуть установки и страхи, что все это не для меня. Но поверьте мне, маркетинг можно сделать, научиться его делать, если у вас нет опыта, если вы внедряли, не получались. Если, как Алексей, тысячу раз нанимали, и 50 и 50 получалось. Вопрос того, как вы во все это погружаетесь. Я четко знаю, что методологии, которые я своей работой транслирую, работают очень хорошо. У меня остается одна минута. Кто хочет также внедрить все это под моим контролем, приходите. Варианты прокачки вашего бизнеса обращайтесь к нам в Академию фэшн-маркетинга, мы вам с радостью поможем. У нас 15 марта, буквально через неделю, стартует двухмесячный тренинг фундамент фэшн-бизнеса. По субботам, два раза в месяц, у нас будет повтор практикума по маркетингу и стратегии. Я работаю там с людьми лично. Онлайн-марафоны по Instagram продающего сайта в разработке. И если вы уже давно на рынке хотите построить систему управления маркетинга, то приходите на большой тренинг системы в маркетинге с 19 апреля. Мой Instagram еще раз irina.afmarketing. Он очень простой. Или Ирина Пищук. В топлинке есть все ссылки. Вот в этой ссылке синий, обведенный кружочком. Вы заходите, там можно зарегистрироваться на вебинар, узнать информацию про курсы и прочие полезные эфиры и так далее. Презентация курса вот такая, экспресс. Два месяца, семь модулей, 15 инструментов, 12 уроков, 12 домашних, 45 шаблонов, чек-листов. Да, я тренировалась. Программа курса. Спасибо, Оксана. У меня мега скорость. Функции маркетинга. Пройдем. Определим целлюлевую аудиторию анализ конкурентов. Воронку продаж. ДНК бренда, фирменный стиль, высокооборачиваемый ассортимент. Маркетинговая стратегия, офлайн и онлайн инструменты и масштабирование и построение системы. Все то, что вот мы с вами сегодня пробежали, мы будем изучать в течение двух месяцев и в спокойном режиме все это проговаривать, изучать особенности работы этого фэшн-индустрии для опыта, розницы, производства, работы с маркетплейсами, и вы будете внедрять это под моим контролем и контролем наших кураторов в свой бизнес. Да, за несколько часов практикум уже наговорила скорость. Вы бы видели, как я практикум заканчивала еще хлеще, чем сейчас. У нас три пакета обучения. Я сам результат и максимум. То есть у нас на официальном сайте все это есть. Приходите, если вы решите учиться на вебинар, он будет завтра в 12 или по будням в 14, в 19 идут его повторы. За два месяца учеба стоит от 34 тысяч до 89 тысяч рублей. Я рекомендую начинать с пакета результат, потому что в нем есть обратная связь, все шаблоны, чек-листы, все это приложено, вы можете это делать для своего бизнеса. Я за ручку вас проведу от аналитики до разработки и позиционирования, помогу написать маркетинговую стратегию за 12 месяцев. Ссылка ISM5.ru фундамент. Я вам сейчас побросаю все эти ссылки в чат, когда закончу и передам слово Галине, а лучше шагайте в топлин. В большом курсе мы изучаем все инструменты системного маркетинга и как минимум 64, как максимум 97. Настало время перестать откладывать, а начать действовать. Коллеги, я знаю, что разобраться самому в маркетинге непросто, но можно, если приложить усилия. Будьте смелыми, берите ответственность на себя и учитесь на чужих ошибках. Покупайте опыт профессионалов. Я разработала для вас крутую рабочую методологию, поэтому жгите. Чем дольше вы откладываете начало, тем дольше откладываете результат, который можно было бы получить раньше. Мой инстаграм, там все есть. Подписывайтесь, пишите чек-лист, в директ мы вам отправим чек-лист, проверите, делайте истории с моим участием, пришлем вам пять бонусов, подарок, и, соответственно, на все остальные мероприятия внутри топлинка можно зарегистрироваться. На моем канале в Ютубе куча полезных роликов абсолютно бесплатно. Бесплатный вебинар ISM5.ru, вебинар 3, ну и 13 марта у нас осталось буквально 4 места или 3 места на практику. Можете успеть зарегистрироваться. Цена вопроса 990 рублей, индивидуальная работа с каждым участником. Бурный аплодисмент. Спасибо. Да, Оль, прошу прощения, что на 3 минутки задержалась, я очень терапевти. Все хорошо. Спасибо тебе большое.